Данный формат позволяет на сегодняшний день выявить, наверное, самые острые болевые точки всех предприятий, компаний в области нефтепереработки. Тем более ситуация настолько непростая, что однозначного ответа на данные вопросы нет ни в одной компании, ни в одном конкретном заводе. Но, тем не менее, обмен полезными находками или какими-то направлениями улучшения ситуации на сегодняшний день, я считаю, он очень полезен. Прежде чем предпринимать какие-либо шаги по модернизации, просчитывается очень большое количество разнообразных схем, разнообразных конфигураций. И выигрывает, как правило, та конфигурация, которая имеет некую гибкость, некую мобильность в процессе ее реализации. Вот это самый важный вариант. Безусловно, будет зависеть и от мощности предприятия, и от цели, от расположения, какие рынки сбыта. Это все влияет на схему и на конфигурацию завода. Но какое общее для всех заводов? Безусловно, это блок глубокой переработки, это возможность перерабатывать тяжелые остатки, гидроны. Это то направление, которое позволит получать максимальную ликвидную продукцию из одной тонны нефти. Тем более, что мы сегодня не затрагивали этот вопрос, но он очень важен. У нас ухудшается постоянно качество сырья, которые поступают на наши нефтеперерабатывающие заводы. Увеличивает доли сернистых нефти, тяжелых нефтей. Это связано также еще и с тем, что часть нефти мы экспортируем по СТО в Китай. Причем она легкая, светлая. Значит, на наши заводы мы восполняем потери этой нефти более тяжелыми, более сернистыми. Это удорожает существенно переработку нефти на предприятиях.